Добрый день, дорогие друзья! С вами «Безумно интересно» и я, Карина Май. И сегодня у меня в гостях Александр Свинин, директор фонда «Перспектива». Александр, добрый день! Добрый! И сегодня мы поговорим на необычную тему для нашей передачи. Конечно, предпринимательство мы затронем, но все же в большей степени будем обсуждать некоммерческие организации. Александр, я так понимаю, что относительно недавно фонд стал гранд-оператором, буквально в апреле. Что уже удалось сделать? Какие планы у вас наметились? Потому что я видела какую-то шикарную презентацию о том, что уже там какие-то куча номинаций. В 2015 году Общественная палата России запустила проект «Перспектива». Это был проект поиска, поддержки, продвижения гражданских активистов и представителей некоммерческих организаций. Так что, чтобы погрузить нашу с вами сегодняшнюю аудиторию, у нас в стране 226 тысяч некоммерческих организаций. И 7 миллионов граждан России занимаются в свободное время такой деятельностью, как волонтерство, добровольчество, помощь территории, где они живут, помощь ближним людям и так далее. Это достаточно большая аудитория людей. И вот для того, чтобы им помочь, Общественная палата России, как главная площадка по взаимодействию с некоммерческими организациями, такой проект создала. За 2015 год более 12 тысяч представителей некоммерческих организаций на площадках Общественной палаты работали. И каждая десятая некоммерческая организация была некоммерческая организация из отдаленной территории. То есть это регионы, муниципалитеты, сельские территории, малые города. И все они 3-4 ноября на главном форуме Общественной палаты сообщества обратились к президенту Российской Федерации с предложением выделить отдельное направление поддержки только для них. Чтобы они не конкурировали с большими федеральными организациями. В некоммерческом секторе все то же самое, что в бизнесе. Такая же конкуренция за ресурсы человеческие, финансовые, за внимание средств массовой информации. Даже еще больше, даже еще жестче конкуренция. Потому что пока, к сожалению, большинство россиян, вот именно некоммерческая деятельность, она менее интересна, чем коммерческая. И СМИ тоже. Если у нас есть телеканал про бизнес, то телеканала про НКО у нас, к сожалению, пока что нет. Но тем не менее мы сегодня обсуждаем этот тему. Это же прекрасно. И они обратились к президенту с предложением создать отдельное направление поддержки. Президент России достаточно много внимания и ресурсов выделяет некоммерческому сектору. У нас есть такой институт, называется «Гранты президента России» для некоммерческих организаций. Они распределяются уже 10 лет. И президент поддержал это предложение. 5 апреля 2016 года вышло распоряжение о выделении грантов президента на 2016 год. И новым направлением стала поддержка некоммерческих организаций в сельских территориях и малых городах. Оператором этого направления поддержки президента стал фонд «Перспектива», который на базе проекта Общественной палаты «Перспектива» был создан. Соответственно, с 5 апреля мы не только не финансово помогаем некоммерческим организациям, но еще и можем помочь им финансово через инструмент грантов президента. Их могут получить некоммерческие организации, то есть большая часть вашей аудитории, к сожалению, эту поддержку получить не может. Но может быть кто-то имеется, знаете, как часто бывает, есть коммерческая организация, принять какая-то делать добро. Если есть некоммерческая организация, то если ваша некоммерческая организация больше года, и вы работаете в сельской территории, либо малом городе, то вы можете претендовать на грантовую поддержку от фонда «Перспектива». Александр, давайте уточним, я как-то так начала, не спросила, не уточнила, для меня просто понятно, что такое некоммерческая организация, я даже когда-то работала, но давайте все-таки поясним зрителям, что некоторые представляют, что это уж совсем все бесплатно, и прямо денег не получают. Все неправда, на самом деле это очень большой сектор и финансовый, и человеческих ресурсов во всем мире. Итак, главное отличие, законодательно понятно, что есть ООО и ЕП, есть различные формы некоммерческой организации, но в сути своей некоммерческая организация отличается от коммерческой лишь своей целью. Если у коммерческой организации цель это извлечение прибыли, то у некоммерческой организации цель это уставные виды деятельности. Если вы создали экологическое движение, вы можете вполне что-то продавать, вы можете привлекать деньги спонсоров, можете организовать платные, оказывать платные услуги, но все деньги вы обязаны тратить на свою уставную деятельность, то есть на защиту экологии определенной территории или страны, например. Ну и какую-то часть операционной деятельности. И какую-то часть операционной деятельности зарплаты. Конечно, у нас более миллиона человек официально работают в некоммерческих организациях, это почти 1% от экономически активного населения. В странах Европы это 10-12%, то есть в нашем некоммерческом секторе еще есть куда расти. Это, в общем-то, в ряде некоммерческих организаций достаточно хороший уровень оплаты труда, и, как я уже сказал, конкуренция на этом рынке очень большая. Вы все знаете большие некоммерческие организации, известные фонды «Подари жизнь», «Вера», «Линия жизни». Вы их знаете именно потому, что там работают профессионалы, которые занимаются и продвижением этих некоммерческих организаций, привлечением ресурсов. Вот наша задача, чтобы таких некоммерческих организаций стало больше. Но спортивные клубы, по-моему, тоже, кстати, некоммерческие, да? Многие спортивные клубы, некоммерческие организации, да. Но вот наша задача и фонды, и задача общественной палаты сделать так, чтобы у нас не только Москва была центром некоммерческого сектора, и чтобы мы занимались благотворительностью или добрым делом. Мы работаем для тех, кто создает социальное благо, то есть помогает обществу, территории, людям. Ну, фонд имеется в виду, естественно. Да, да, конечно. Вот такие некоммерческие организации могут претендовать на гранты фонда «Перспектива», гранты президента. Это 480 миллионов рублей в 2016 году. Это общий наш фонд. А сколько может конкретно этот проект получить? У нас порядок заявительный, то есть вы заявляете, какую сумму вам необходима. Ну, 100 миллионов мы, конечно, дать не сможем, потому что мы тогда ограничим. Это минимум, а среднее, может быть, количество? Среднее количество — это от 300 до 1000, до 3 миллионов. Это то, что мы видим для себя, вот как некий такой коридор грантовый на этот год. Некоторым, например, серьезным проектам в инновационной сфере хватает на год где-то, 3 миллионов, 4 миллионов. Наверное, да. Ну, проект, понимаете, мы немножко с вами оторваны от жизни в отдаленных территориях. Я согласна. Если бы сделать какой-либо некоммерческий проект, например, в селе Старое Крещено, в Мариел, там достаточно 250 тысяч рублей. На эти 250 тысяч рублей некоммерческая организация будет целый год что-либо делать для жителей села, а это 5 тысяч человек. Наша же задача помочь не только некоммерческим организациям, не столько им, а через них помочь конкретным жителям территории наших. И у нас 60 миллионов человек живет в сельской местности и малых городах. 60 миллионов. Александр, а все-таки что такое малые города? Ну, в плане законодательства нет такого понятия малый город. Ну, вот что подразумевается, да, вот как предметом вашей работы? В нашем случае предметом нашей работы подразумевается, первое, все города вне столиц субъектов Российской Федерации. Екатеринбург считается? Нет, это столица субъекта Российской Федерации. А, правильно, логично. И приоритет вот в этой большой мы отдаем городам с населением менее 50 тысяч человек. Это около 800 населенных пунктов по стране. Вот если ваш проект нацелен на эти территории, вам надо приходить в фонд «Перспектива». Ну, вообще, конечно, тогда получается не очень большой все-таки объем средств у вас в распоряжении. Ну, конечно. Для всех городов и всей сельской бездности. Понимаете, во-первых, нет задачи помочь всем, а есть задача помочь наиболее нуждающимся. Это первая история. Вторая история. Есть задача помочь наиболее успешным на своем уровне, на муниципальном, чтобы их, к примеру, транслировать другим. Ну, и третья, в любом государстве, в некоммерческом секторе деньги самого государства – это не более 10%. 90% – это средства компаний, это средства граждан, это ваши средства, которые вы жертвуете на остановке, например, или на заправке, сдачу в какой-нибудь ящик для благотворительного фонда. Вот 90% – это именно эти деньги. И помимо грантов, фонд «Перспектива» и общественная палата занимаются обучением некоммерческих организаций. У нас в год около 2000 некоммерческих организаций проходят бесплатное обучение, как работать с бизнесом, как привлекать средства от населения, как работать со СМИ. А где это? В Москве локализуется или это по интернету? Это локализуется по всей стране. У нас 8 таких площадок во всех федеральных кругах в течение года. Ну, давайте назовем, если это зафиксированные города. Конечно, это зафиксированные города. Это мероприятие называется «Форум сообщества». Есть у нас замечательный сайт – форумсообщества.рф. Вот на базе этого форума один день, он идет два дня. Вот один день – это университет общественной палаты. Четыре уже прошло. Это Омск, Пермь, Ялта и Хабаровск. Еще четыре впереди. Ближайший у нас Екатеринбург, кстати. В конце июня потом у нас будет Северный Кавказ, Вологда, Северо-Запад. Юг – Волгоград. И итогово в Москве 3-4 ноября к Дню народного единства. А как вы выбираете эти города? Ну, есть несколько. Да, я просто так, чтобы до конца уже ответить. Лекции, мастер-классы университета доступны для всех. Есть канал на YouTube. Можете зайти в университет общественной палаты, посмотреть. И там все лекции, мастер-классы собраны. То есть вам не обязательно ехать куда-то. Вы можете у себя дома посмотреть. Три раза у нас университет проходит в Москве. То есть те, кто хотят, ну не могут поехать. Три раза в год? Три раза в год, да. То есть если вы не можете поехать в территорию, вы можете приехать в Москву и пройти этот университет здесь. В Москве. Ну, либо, опять же, как я говорил, посмотреть в онлайне. Города мы выбираем по-разному. Ну, у нас форум сообщества — это такое главное мероприятие общественной палаты для некоммерческих организаций и гражданских активистов. Он идет в течение года, вот второй год, в территориях. Каждый год мы стараемся новые территории выбирать. И мы стараемся выбирать первый регион, который может быть примером для других. Ну, то есть если это Пермь, то это вообще одна из столиц гражданской активности в стране. Если это Омск, то это социальное предпринимательство. После форума мы уезжаем, рассказываем об этом всей стране. Поэтому стараемся выбирать территории, которые могут быть примером для других. Кстати, про Пермь я где-то читала, что кто-то даже, вот сейчас боюсь ошибиться, да, но сказали, что именно на их примере была организована фонд «Перспектива». Ну, нет. Фонд «Перспектива» был создан на базе проекта Общественной палаты России. То есть не оглядываясь ни на кого? Ну, оглядываясь вообще на опыт гражданского общества, которое у нас в таком глобальном понимании строится последние 25 лет. Много было интересного в 90-е, много было проблем, много было интересного в нулевые годы. Конечно, мы на этом опыте в первую очередь основывались, когда, ну, вы поймите, мы приходили условно, опять же, бизнесовым языком говорю, да, мы приходили на этот рынок, который уже сформировался до нас. И, конечно, нам надо было понимать, первое, что было до нас, провалы, ошибки, успехи. Второе, нам надо было понимать запрос. Поэтому в прошлом году, помимо там вот мероприятий, обучения и так далее, занимались исследовательской работой. И исследования у нас прошли в каждом регионе. Состояние некоммерческого сектора, они, кстати, тоже все доступны в интернете, выложены абсолютно бесплатно. И мы основывались на том, что мы очень много общались с экспертами, чтобы понять вообще, вот что надо сейчас для того, чтобы там в следующие годы у нас гражданское общество развивалось, может быть, как-то более интенсивно. Александр, у нас сейчас небольшой перерыв. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. С вами снова Безумно Интересно, и я Карина Май. И я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Александр Свинин, директор фонда «Перспектива». Александр, добрый день еще раз. Добрый день. Продолжая тему некоммерческой организации фонда, все-таки любопытно, я думаю, многим, как вы выбираете, кто бы мог получить этот грант. Вообще, я где-то читала, что вы даже в интернете просто смотрите, там перерываете кучу информации. Это, наверное, могло бы вдохновить какие-то проекты, что они могут попасть в фокус вашего внимания. Самый простой способ попасть в фокус нашего внимания – это зайти на сайт. Я думала раздобыть ваш телефон. Нет, это как раз-таки бесполезная абсолютно работа. А вот зайти на сайт fonddefizperspectiva.rf и оставить заявку на грант – это самая простая история. То есть это доступно всем, и неважно, где вы находитесь, и как часто вы с нами встречаетесь лично. Это первая история. Вторая история – конечно, мы смотрим лучшие проекты на наших форумах сообщества. Как я уже сказал, они в каждом федеральном округе есть. У нас на каждом форуме присутствуют от 500 до 1500 представителей коммерческих организаций и гражданских активистов. Регистрация открыта через интернет. То есть вам не надо писать никакие официальные письма, ждать приглашений и так далее. Приходите, проявляйте себя, и там действительно очень много проектов мы встречаем именно там. Ну и третье – мы делаем свою исследовательскую работу. Конечно, мы смотрим за теми проектами, кто, может быть, еще не знает о нас. Мы пытаемся рассказывать себе на таких площадках, как ваша, в СМИ, чтобы о нас больше узнавали и приходили к нам. А вот какого формата все-таки проекты попадаются? Если посмотреть презентацию, это такой вообще спектр какой-то. необъятный. Да, у нас, опять же… Можете привести примеры, да? Может быть, люди думают, что, а вот мой, может быть, там не попадет. Очень просто. У нас есть шесть основных направлений поддержки, которые нам определил президент России. И, ну, конечно, нам интересны проекты. Первое – это проекты, связанные с развитием конкретных отдаленных территорий. Ну, то есть, например, сразу же, оговорюсь, те проекты, про которые я буду сейчас рассказывать, это не получать ли пока еще президентский грант. Это просто интересный проект, который нам нравится. Прекрасно. Да. Ну, например, у нас есть замечательный Дмитрий Кубанкин, который в Саратове и недалеко от Саратова делает фестиваль УКЕК. Это фестиваль, посвященный истории вот этого места под Саратовом, истории еще с Золотой Орды. На этот фестиваль приходит 25 тысяч человек. Это самое массовое мероприятие в Саратовской области. Очень приличное. А Дмитрий, он археолог. И, в общем-то, вот как раз-таки для него это не коммерческая деятельность. То есть, он на этом не зарабатывает. Он просто делает фестиваль, который интересный, который рассказывает об истории своего края. У нас есть, например, такой интересный человек, как Вячеслав Горелов. В Пермском крае это село Крестцы, Ильинский район Пермского края. Он занимается тем, что воспитывает трудных подростков у себя на ферме. То есть, выпускники детских домов могут приехать к нему. Он им дает жилье бесплатно. Он им дает начальное такое фермерское хозяйство, то есть, небольшое подворье. И они могут там жить. Летом он делает для детей, которые живут в детских домах, абсолютно бесплатно такой лагерь детский, когда дети за три месяца не только живут у него в этом селе, но еще и учатся сельскому хозяйству. Вот сейчас вокруг его дома уже целая новая деревня. Это те дети, которые приезжали и которые оставались. У них было два пути. Это еще и дети из спецучилищ, из детских колоний. То есть, они либо могли пойти заниматься чем-то противозаконным, а сейчас они создают семьи, женятся, рожают детей, и его хозяйство увеличивают. Он им бесплатно дает землю, помогает строительством дома. Это социальный проект территории. У нас есть очень много проектов по народным промыслам и ремеслам. Опять же, это тема территории. Вот я вам рассказал старое крещено, Виталий Кудрявцев. У него некоммерческая организация ПУВИ, называется «Сила дерева» по-морийски. Он возрождает древнее марийское ремесло лозоплетения. Это интересный формат. К нему приезжают со всего мира за этими поделками. Он делает фестивали. И этим живет все село. То есть все село, по сути, живет за счет того, что приезжают туристы, об этом говорят, и это интересно. Понимаете, вот такие вещи нам близки и понятны, и такие проекты мы всегда ищем. А есть какие-то зафиксированные номинации? Конечно, у нас их шесть. Первое — это развитие народных промыслов и ремесел. Второе — это краеведческая работа, это изучение истории своего края. Третье направление — это социальные проекты на селе. То есть, если, например, у вас благотворительный фонд, вы хотите помочь детям с сельских территорий или малых городов, то конкретно за этой помощью вы можете прийти к нам в фонд. Это профориентация молодежи в сельских территориях и малых городах, потому что отток населения очень большой. И он продолжается. Например, у нас есть Василий Подсович из Красноярского края. То есть это где-то 400 километров от Красноярска его деревня. Он оттуда уехал учиться в Красноярск, получил высшее образование, вернулся обратно в деревню. И сейчас он, например, делает туры в летние каникулы, когда дети из Красноярска приезжают на каникулы в деревню, в деревенские семьи живут. Знаете, такая история по обмену. Мы с вами, москвичи, все ездят куда-то за границу. Он предлагает жителям Красноярска съездить по обмену в сельскую семью. А сельские дети отправляет в городскую. И занимается тем, что создает новые рабочие места для ребят из своего села, чтобы они не уезжали в большой город. Вот это следующее наше направление. Ну и еще два. Это развитие институтов местного самоуправления и взаимодействие об обществе и власти. Вот шесть направлений, по которым мы... А взаимодействие общества и власти, это какие проекты могут быть? Ну, это могут быть любые проекты, направленные на укрепление диалога какой-либо группы людей с представителями власти. Ну, есть вот у нас бизнес-канал, да, предпринимательские объединения, которые делают какие-либо площадки, где они общаются, дают возможность предпринимателям пообщаться с представителями регулирующих органов. У нас тон задает президент России, у него есть сейчас вот этот формат, когда предпринимательские объединения в его присутствии общаются с руководителями контролирующих органов. Я знаю, что такая практика и в регионах сейчас начинается, когда уже губернаторы делают то же самое на своем уровне. Предприниматели — это же только одна из категорий граждан. Есть много разных профессиональных объединений, врачи, учителя, те же самые благотворительные фонды, которые хотят общаться с властью, потому что им важно, что власть делает, например, в медицине или в защите прав граждан. Вообще сейчас открытость власти для предпринимателей, если уж к предпринимателям переходить, она максимальная. То есть вот я там бизнес, получается, уже пять лет назад начинал делать, а такого не было. То есть у меня не было возможности, не знаю, прийти и раз в месяц общаться с представителями департамента предпринимательства города Москвы. Потом был Алексей Комиссаров, который максимально открыл этот департамент. Сейчас новый руководитель, это все продолжает. Поэтому за последние пять лет шагов со стороны власти было очень много. Теперь вопрос со стороны предпринимателей. То есть и нам с вами надо быть очень активными. Потому что мне, например, как член управления опоры, каждый... Это был мой следующий вопрос. Каждую неделю приходят различные запросы, мое мнение на тот или иной законопроект, чтобы я прокомментировал, на ту или иную инициативу Министерства экономического развития. То есть этого ждут. Но поверьте мне, собрать с предпринимателями – это обратную связь. Это титанический труд. Ну да, лучше так критиковать-то это все. Когда спросишь, а что конкретно, чем тебе помочь, и все, и тишина. А когда у тебя еще спрашивают мнение твоего, а ты его не высказываешь, а потом принимают закон, а ты по факту... Ужас! А как же приняли? А потом ты смотришь в электронной почте, что у тебя спрашивали, вообще надо это принимать или нет, а ты просто подумал, что тебя это не касается. Ну то есть... Или, может быть, не поверя в то, что прислушаются, да? Может такое быть? Нет, не может. Потому что не верить в то, что не прислушаются, может только тот, кто пытался что-то сказать. Когда вы ничего не говорите, вас и не услышат. А сейчас площадок, где вас хотят услышать, и ваше мнение спрашивают, их достаточно. А если вот в регионе кто-то что-то хочет сказать, а может быть региональное руководство не очень хочет, чтобы кто-то что-то сказал? Я не знаю, ни одного случая, когда предприниматель написал что-то в социальной сети или сказал в СМИ, и после этого у него там, я не знаю, выстроилась очередь, чтобы закрыть его ларек. Ну, то есть это... То есть вам можно будет написать, если кто-то соберется закрыть чей-то ларек? Мне, наверное, нет, потому что я не занимаюсь защитой предпринимательства. А опорой России? Опорой России, конечно, да. Опорой России присутствует во всех регионах. и прийти туда, и заявить о том, что ваши права нарушают. Александр, ну вот надо, понимаете, родить эту веру, да, как бы, чтобы она вот заранилась в сердцах людей. Ну, когда продается, понимаете, время, ну, то есть мы хотим, чтобы все и сразу. Опоре России 13 лет, но это не 130. Предпринимательству в России 25 лет, но это не 250, не 300. Должно пройти время. Время проходит. Ну, если каждый стартап-проект, как я вам говорила, за кадром собирается открыть стартап-квартиру где-то не в России, то, ну... Ну, это нормально. А почему бы здесь сделать так, чтобы они хотели в России ее открыть? Надо смотреть на конкретный бизнес. Если для этого бизнеса более полезно, и он имеет глобальные перспективы, то, мне кажется, что все будут за, если он откроет еще одну, там, представительство где-нибудь за границей, и будет оттуда развиваться. Главное, чтобы он чувствовал эту принадлежность к своей стране. Платил налоги, например, или хотя бы их часть здесь. Нанимал российских граждан на работу и давал им рабочие места. Ну, и вообще продвигал, скажем так, вот эту вот историю с тем, что он из России. Компания замечательная Акронис Сергея Белоусова, но она как бы вся находится практически не в Москве и не в России. Но мне кажется, что Сергей делает для вообще популяризации страны больше, чем многие другие наши сограждане. Понимаете? Потому что он говорит о том, что он русский. Он дает иногда интервью на русском языке. Хотя он прекрасно говорит на иностранных языках. Он начинает спонсировать Даниила Квиата, российского автогонщика Формулы-1. И это же все как бы работает на имидж страны. В первую очередь. Федор Овчинников, который открывает пиццерию в Штатах. Все понимают, что он Федор Овчинников. Александр, вы явно верите, что все-таки можно. Просто надо больше стараться. Рекомендация предпринимателям. Федор Овчинников, как я уже сам не предприниматель последние полтора года, то я бы не хотел на как наставление. Но вообще всем. Очень есть... У меня один человек умный, когда я еще был студентом, я у него спросил, вот как вы добились такого успеха? Это был очень... Ну и есть очень такой известный статусный человек. И очень в молодом возрасте он этого добился. И он говорит, что нет секретов. Пахать надо. Классический ответ. Ну это классический. Но как бы конкуренция в России... Я предприниматель занимался именно кадровым бизнесом. И я могу сказать, что конкуренция в России пока, к сожалению для страны, но к счастью для тех, кто хочет добиваться успехов здесь, она пока крайне низкая. И она низкая на всех уровнях. Начиная от бизнеса, заканчивая, если вы работаете в компании, конкуренция между сотрудниками и так далее. То есть людей, кто действительно готов много работать, учиться и самосовершенствоваться постоянно, и которые не просто вот об этом вот поговорить, а которые действительно так каждый день делают, их пока, к сожалению, очень мало. Ну то есть оптимистично мы смотрим на это. Конечно. Ну такой оптимистичный ноте нашей передачи заканчивается. Александр, спасибо большое, что сегодня пришли. Дорогие друзья, с вами было безумно интересно. Я Карина Май. До следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова